Вы знаете, после десятков таких прекрасных хитов, которые вы создали, вы ушли немножко в инструментальную музыку, причем такую пронзительную, такую красивую. Вы хотели, это шло изнутри, или вы хотели просто показать, что вы и это можете? Я вообще ничего не хотел показывать и доказывать, но вот та проблемка, о которой мы сейчас говорим, что из исполнителей как-то получилось, что все те, для кого я писал, да и с кем рядом-то я стал крутым, ну, скажем, повзрослели. Повзрослели. Кто-то оставил сцену, кто-то хочет оставить сцену. Ну, ты и сам повзрослел. Нет, я-то постарел, а они повзрослели. Но найти достойную замену в молодежную, даже включая мою фабрику, это был достаточно удачный проект, но все равно они все вот такого размера, ребята. Вы это понимаете? Да. Вот одна из причин, почему я ушел в инструментальную музыку, было как раз то, чтобы... Масштаб не тот, да? Чтобы сохранить себя как исполняемого композитора и вместе с тем не писать песни для дома, для семьи. Ну, это неинтересно для дома, для семьи писать. Хотя вот недавно, значит, мне передали, что на Украине было интервью с Костей Меладзе. И Костя задает вопрос, значит, уважаемый мной композитор, и с Валерой я дружу, да. И Костя задает вопрос, а вот вы не хотите себя попробовать, как крутой в жанре инструментальной музыки? Он говорит, ну, я привык работать на широкую аудиторию, а не для дома, а для семьи. Ой, когда мне это прочитали, я тут же... Набрал его номер? Не, не, зачем? Я набрал рекорд-компанию и попросил узнать, каким тиражами продаются Виагра и Валера Меладзе. Мне сообщили, один продается там 32 тысячи, продан последний альбом, а Виагры 27 тысячи. После этого я позвонил и попросил узнать, каким тиражом продана третья часть моего инструментального альбома. Мне сообщили 150 тысяч. Уже хорошо. Да, это при 95% пиратстве на рынке. Так что я не знаю, что для дома, для семьи, а что на публику, это я не знаю. То, что там поется где-то и по радио играется. Ну, радио, с одной стороны, диктует моду, но с другой стороны, радио вкус портит.